Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт. И сегодня я покажу, как я готовлю котлеты с подливкой в духовке. Котлетки получаются очень мягкими, неплотными, а подливка густой, насыщенной и очень вкусной. Подливку я готовлю с овощами, томатом и сметаной. А какие ингредиенты вам потребуются конкретно, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Начну я с помидоров. Их надо ошкурить, чтобы кожица потом не портила своим присутствием подливку. На двух помидорах среднего размера делаю крестообразные надрезы. Кладу в миску и заливаю кипятком. Пусть пока постоят. Тем временем в небольшую мисочку разламываю мякиш батона. Корочки от него мне не нужны. Заливаю хлеб примерно 100 мл воды и тоже отставляю в сторону. Одну луковицу нарезаю кубиком. Одну морковку натираю на крупной терке. Помидоры уже можно ошкуривать. Снимаю с них кожицу, помогая себе ножом. Она после кипятка очень хорошо отходит. Чтобы помидоры можно было спокойно держать в руке и не обжигаться, их можно предварительно обдать холодной водой. Очищенные помидоры нарезаю на кусочки. Беру 500 г фарша, отжимаю батон от лишней воды и добавляю в фарш. Разбиваю сюда же 1 яйцо, насыпаю 1 чайную ложку соли без горки, пол чайной ложки специй для мяса, 1 столовую ложку молотой паприки, кладу 1 столовую ложку сметаны. Хорошо вымешиваю фарш. У меня он из говядины и свинины пополам. В сковороде нагреваю пару столовых ложек растительного масла. Кладу морковь, лук и обжариваю пару минут до прозрачности лука. Добавляю помидоры, солю пол чайной ложки соли, перчу смесью перцев, тоже пол чайной ложки, добавляю пол чайной ложки сушеного орегано, 4 чайные ложки томатной пасты. Готовлю смесь овощей и специй на умеренном огне, периодически помешивая 5 минут. Вливаю 1 стакан кипятка. Закрываю крышкой и тушу при слабом кипении еще 5 минут. Потом добавляю 1 столовую ложку сметаны. Подливка с ней приобретет более нежную консистенцию. Прогреваю еще пару минут и снимаю с плиты. Из фарша формую котлеты и обваливаю каждую в муке. У меня получается 6 котлет. Складываю их в форму для запекания. Ставлю в нагретую до 180-190 градусов духовку на 10 минут. Затем достаю и заливаю соусом. Возвращаю в духовку еще на 30 минут. И мои котлетки готовы. Они вкусные, сочные, хорошо держат форму. Именно за это я и люблю готовить котлеты в духовке. Когда можно не отбивать фарш, котлеты не развалятся, но при этом получаются мягкими и рыхлыми. Подавать их можно с любым гарниром. Благодаря подливке вам никогда не будет сухо. Я в этот раз отваривала котлетам гречку. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru Ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки, а если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита!